саммит нато в этот раз проходит в литовском вильнюсе отсюда рукой подать и до россии до беларуси за безопасность высокопоставленных гостей в том числе и 40 президентов и премьер-министров отвечают помимо полицейских тысячи военных а также корабли системы пво и артиллерия приехать решил и владимир зеленский война в украине и шансы наступления страны в нато ключевые темы на саммите что касается вопроса о членстве украины в нато то я также ожидаю что союзники направят четкий и позитивный сигнал я предложил пакет из трех элементов с более практической поддержкой с помощью многолетней программы чтобы обеспечить полную оперативную совместимость между украинскими силами и силами нато это позволит приблизить украину к нато сам зеленский во вторник раскритиковал неопределенность планов и заявлений западных лидеров ранее киев многократно подчеркивал зеленский отправится в литву только если украине пообещают нечто конкретное это похоже на то что нет готовности не пригласить украину в нато не сделать ее членом альянса а значит остается возможность торговаться по вопросу членства украины в нато в переговорах с россией а для россии это означает мотивацию и дальше продолжать свой террор неопределенность это слабость и я откровенно буду обсуждать это на саммите на полях саммита пройдет ряд двусторонних встреч так президент украины владимир зеленский встретиться со своим американским коллегой джо байденом который уже прибыл в вильнюс соединенные штаты находятся здесь сегодня чтобы подтвердить наши обязательства в том числе и перед вильнюсом мы прошли долгий путь с момента когда мы были привержены вступлению литвы и стран балтии в нато альянс заявил о планах осуществления региональной обороны на случай нападения россии речь идет о быстром наращивании присутствия войск на земле и защиты от возможных атак в воздухе киберпространстве космосе и на море эти планы еще предстоит утвердить на саммите тем временем президент литвы гитана сноуседа в интервью the times призвал создать постоянные базы нато у границ россии сейчас солдаты альянса находится в странах балтии и польши на ротационной основе и пока за ходом саммита пристально следит и официальная москва в вильнюсе звучат обещания и дальше поддерживать украину оружием так франция передаст киеву ракета дальнего радиуса действия скальп учитывая ситуацию и контрнаступление украины я решил увеличить поставки вооружения и техники чтобы дать украинцам возможность нанести удар в глубину сохранив при этом ясность и последовательность нашей доктрины то есть чтобы украина защищала свою территорию а германия намерена предоставить украине вооружение на сотни миллионов евро зенитные ракетные комплексы танки леопард бмп мардер 20 тысяч артиллерийских снарядов сформирован новый пакет в размере почти 700 миллионов евро который позволяет нам продолжать оказывать украине прямую поддержку в преддверии саммита состоялись переговоры президента турции эрдогана генерального секретаря нато столтенберга и премьер-министра швеции кристерсона последний остался доволен я очень рад что мы втроем президент турции генеральный секретарь нато и я пожали друг другу руки и что теперь мы делаем очень большой шаг к официальной ратификации членство швеции в нато это был хороший день для швеции годами финляндия и швеция сохраняли нейтралитет но после вторжения россии в украину обе страны оформили заявки на вступление в альянс и в апреле он усилился на севере финляндия вступила в нато присоединение швеции блокировала турция якобы за поддержку курдов формально вступление швеции в альянс должны одобрить все страны-участницы организации венгрия как и турция ранее занимавшая особую позицию отметила что ратификация заявки швеции в нато теперь лишь технический вопрос ну и сейчас как и было обещано в начале нашего выпуска на связи со студией находится наш специальный корреспондент в вильнюсе максим дробок максим здравствуй добрый вечер судя максим скажи возможен ли еще сюрприз в вильнюсе и украину все-таки пригласят в нато или пока все же недовольство зеленского который сегодня раскритиковал страны нато повиснет в воздухе по данным разных источников приглашение вступить украины в нато на этом саммите не будет в итоговом документе завтра скорее всего что слово приглашение прозвучит но в контексте тогда когда будут условия но опять же еще говорится не вечер здесь вот где я сейчас нахожусь в центре вильнюса ожидается вскоре прибытие зеленского также потом он будет вечером на ужине с лидерами государств и с помощью своей харизмы также попытается переубедить членов альянса принять решение и пригласить украину в нато но опять же по данным из различных источников пока приглашать украину в нато не буду скорее всего это отложит на следующий саммит ювелейный юбилейный 75 в вашингтоне максим скажи были согласованы планы реагирования нато на случай нападения россии они как раз должны быть утверждены на вот этом саммите в вильнюсе что это за планы если можно коротко и каковы шансы что они будут утверждены да на самом деле эти планы уже утверждены это более 4000 страниц нужно только формально чтобы лидер государств подписали этот документ я бы разделил эти планы на два типа первое это собственно долгосрочные планы а именно что каждая из стран членов нато должна тратить на оборону минимум два процента ввп также должно проводиться обучение ротации различные меры планирования приоритетности тех или иных объектов которые нужно защищать а также второй блок это планы на случай немедленного реагирования в случае обострения ситуации и конфликта потенциального с россией так вот эти планы все согласованы эксперты уже поработали и ожидается что да будет подписано на саммите скорее всего что уже завтра максим в преддверии саммита сложилось такое впечатление что на саммите нато в аккредитации отказывали журналистам гражданам россии даже если они работают на независимые или западные сми скажи так ли это на самом деле если да то объясняют ли как-то организаторы встречи такие отказы некоторым журналистам с российским паспортом до было отказано в саммите но опять же я бы не говорил что это показательно что именно для тех кто имеет российское гражданство дело в том что это исторический саммит очень много журналистов подали заявки и я знаю случай вот общался с коллегами которые из украины также не получили аккредитацию то бишь от каждого сми было аккредитовано ну несколько человека а не тот весь список который подавали журналисты что касается журналистов которые работают в либеральных сми имеет российский паспорт пока никто ничего не объяснял и думаю что после саммита уже в личном порядке им будет объяснено какая причина и почему это произошло когда в молдове проходил тоже показательный саммит ес то его было решено проводить не в столице кишиневе а за его пределами дабы не парализовать жизнь горожан из-за мер безопасности площадь вильнюса в три раза больше чем площадь кишинева и плотность населения не такая высокая справляется город и связано ли например то что мы в самом начале выпуска не могли с тобой связаться это из-за мер безопасности и как раз вот когда мы с тобой говорили постоянно были слышны сирены как вообще справляется вильнюс с этим саммитом да действительно здесь в вильнюсе возможно не было интернета из потому что ожидается опять же приезда ленского сюда поэтому в мерах безопасности скорее всего что были перебои со связью я вот отошел чуть чуть дальше от сцены и соответственно связь уже лучшилась я смог выйти в эфир но на на жизнь города принципе саммит никак не повлиял в негативном плане саммит проводится на окраине вильнюса это 20 минут езды от центра на территории выставочного центра но опять же атмосфера здесь царит просто ну не неимоверно видите сколько людей собралось встретить встретить президента украины и это флаги не только тех людей кто украинцы это и жители вильнюса и другие иностранцы здесь всего более 33 тысяч флагов весь центр увешан ими и цифра 33 очень магическая символическая на этом саммите как вы видите сзади написано сцене украина нато 33 чтобы украина стала 33 членом нато и вот сейчас ожидается что прибегут там бегуны их 33 которые пробежали 1500 километров из украины и принесут боевое боевое знамя из бахмута который будет здесь вот на вот в этом флагштоке будет поднято здесь раньше стоял памятник ленина это центральная площадь вильнюсе теперь же это площадь которая символизирует независимость вильнюса и литвы но и также сейчас вот как символ борьбы украины за то чтобы она выстояла войне но и стала членом альянса студия максим большое тебе спасибо я напомню что на связи со студией был наш специальный корреспондент в вильнюсе где проходит саммит нато максим дробок 었습니다 я от Продолжение следует...